Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 1. В прошлой серии, как вы помните, мы, значит, точнее нас, значит, изгнали из братства Ассасинов, когда мы играли за Альтаира. Теперь мы решили немножко отдохнуть от Анимуса и пройти в конференц-зал. Достаточно у кого-то слова не спорят. Ты же не хочешь закончить, как Майла? Я знаю, что вы получите, я с ним волосой. И поэтому у нас нет времени родиться с ним. Если ты будешь нажиматься на сам... Дьявол, даже не переодеться. У нас ничего не будет, но будет. Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Это мое название. Нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Это мудить название. И название это глупость. Как выйти-то? Это не мое решение. Не, я устанавливаю свой. Только камеру могу менять. Ты же не хочешь закончить, как Майла? Я знаю, что в случае всех переполошил. И поэтому у нас нет времени родиться с ним. Как это? Нажимать слишком сильно он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего нет. Но будет. Надо доверить в свои силы. Боже, что мой. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он... Может, слушать надо, да? А нам приходится смотреть всю эту беспоместную чушь. Я сделаю, что смогу. Все, да, надо было слушать, окей. А что нас не впустили? Типа, потому что они нас убить хотят? Ну, ладно. Ну, мы не думаем, что дадим себя убить. Я этого делать не собираюсь. Да и как-то не особо хочется умирать. Так, ну что? Ребята, вы договорили, я теперь войти-то смогу, надеюсь? Да, могу. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Окей. А в какую комнату-то? Вот в эту, что ли, в которой я и был? А где кровать тогда? Чувачок, ты покажи мне кровать мою. Я что-то не вижу ее. А, вот она. Ну, давай подрыхнем. Черт, они заперли дверь. А зачем они это сделали мне, вот интересно? Я что, им подобная крыса, что ли? Я не пойму. Вот же гады, а? На следующее утро. Чувак, пошел ты нахрен. Нахрена ты сюда пришел, чувак. И да, ребят, чуть не забыл. Не забывайте ставить лайки. И я тогда эту игру в два счета пройду. Да и все остальные части Assassin's Creed. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Ха-ха. Дедрайзинг третьим. Дедрайзинге третьим он так не шумит. Не знаю, с чем дело, ребят. Ну да ладно. Просто мешает иногда это слушать. Ну да ладно. Ну на запись, в принципе, я смотрел. Не особо слышно компьютер. А вот мне, если честно, мешает. Подсунули, блин, говнокулер. Боксовой, который ни хрена не справляется. Вот теперь живи с ним. Так, продолжаем. Продолжаем воспоминания, ребят. И так, снова за Альтаира поиграем. Бат? Как? Как ты выжил? Продолжаем воспоминания, ребят. Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малек считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех приберегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Твоя-то мать. Ну ладно. Я предлагаю тебе искупить вину. Ну и как же. Заслужить путь назад. В ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Ну и как я тебе докажу, старикам. Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу Д'Асабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное твоя задача. Кто же из наших помогал Роберу Д'Асабле? Вас понизили рангом. Потеряно оружие и меч. Потеряно оружие и спрятанный клинок. Ни хрена себе. Какой же я теперь ассасин без спрятанного клинка, ребят? Потеряно способность толчок. Потеряно способность схватиться за уступ. Все, короче, потеряли, ребят. Ну это пипец какой-то. Охренеть. Я даже бегать не могу, по-моему. А нет, бегать могу хотя бы. Ну и то хорошо, блин. Спасибо хоть, что эту способность оставили. Придурки. Старый хрен, я тебя когда-нибудь точно убью, блин. Говнюк. Он меня бесит просто, ребят, реально. Мира и покоя, Аль-Таир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы. Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет. Так не получится. Ступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. А почему не легче мне просто сказать имя предателя? Вот и все. А потом мои навыки следопыта найдут его и отрежут ему яйца и перережут ему горло. Так. Ну ладно. Пойдемте поищем этого предателя гребаного, который предал нас ради Робера де Сабле. И рассказал ему о местонахождении нас. нашего логова, так сказать. Пожалуйста, посторожнее. Да, да, да. Конечно, посторожнее. Так, а это тамплиера? Нет, это ассасин. Похоже, кстати, на тамплиеров немножко. Я их иногда даже путаю. Так. Так, ну что? А что мне сделать-то надо было? Я не понял. Стой, 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 стой. А что мне надо сделать? Я что-то его не найду, ни хрена. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Зачем он это делает? Что за пауза этому безумию? Есть объяснение? Помоги ему, Аллах, он обезумел. Ничего себе. Ой-ой-ой, ассасин, извини. Я не понимаю, что мне делать надо. Так, погодите. Выявить и найти предателя в Месси Альфе. А, то есть мы еще не нашли? На помощь! Он напал на меня! Кто-нибудь! Эй-эй! Так, ну надо на вышку тогда забрасывать. Че я туплю? Не знаю, Старушенца, куда он пошел. Смотрите, там че-то есть. Че-то наверху там. Ну-ка, давайте заберем. Че это такое? Найден флаг из Месси Афа. Короче говоря, когда орлиное зверение активируешь, двигаться нельзя. По крайней мере, так в этой части. Я не найду его, че-то нихрена. Сядь тен... А, на скамейку сесть надо. Вот оно что. Блин, вот поэтому они и не разговаривают. Я точно видел. Я их избивал, блин. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Альму Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит Корзинщик. Это не причина молчать. Ах, Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с Корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха. Не начав одной из своих же Корзин. Найти Корзинщика. Ладно, погнали. Да-да-да, выжил из ума, задолбали. Сейчас я Корзинщика найду, чтобы выявить предателя. Блин, без субтитров трудновато на самом деле. Ну вот он. А, надо его обокрасть. О чём он только думает? Пожалуйста, хоть одну. Мы всё потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я... я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чём ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Стой, чувачок. Готово. Найти масуну у кипариса. Кто ж тебя обокрал, чувак? Кто ж тебя обокрал? Кто ж тебя обокрал? Я надеюсь, он не заберёт обратно своё письмо. Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Альму Алиф предал нас. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиапа. Остановим его ложь. Проследуйте за оратором в уединённое место и избивайте его, пока он не заговорит. Кого ты там хочешь собрать, сектант грёбаный? Я тебя сейчас возьму и убью. Хочешь Альму Алиму свергнуть, что ли, с престола? Хоть меня Альму Алим и бесит, но я тебя всё равно убью за то, что ты предал нас. Давай, иди вперёд, быстрее, чувачок. Чё ты такой медленный, а? Ну ладно, всё время я за ним следить не буду, а то как-то стрёмно. Так, ну иди уже в укромное место, побыстрее, побыстрее, чувачок. Шевели булками. Шевели булками давай. Вот здесь мы тебя и забьём, пожалуй. Давай, ты зашёл? Молодец. Ах ты тварь, смотрите-ка, отбивается. Ты сука! Да какой-то петушина я мочил его, блин, ребят. Иди сюда, сволочь. Чё-то ты быстро сдался. Знаете, он похож на какого-то педофила из кустов, который выглядывает. Комплиером. Они сражаются за правое дело. Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Джамаль. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. Я сейчас тебя убью и считаю этим это нужным. За правое дело. Не мне решать твою судьбу. Тем более у меня клинков нету. Перемотка на более поздний участок памяти. Были бы клинки, я бы тебя на месте убил. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство. Хотя бы меня потом Аль-Ма-Алим тогда точно убил. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицай. Я горд тем, что сделал. И жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться. Отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ну пронди его давай. На-а-а-а-а. Нафиг. Как тебе такой, сволочь? Ты справился, Аль-Таир. И заслужил сайва вновь носить. Давай, спасибо. А спрятанный? Спрятанный давай. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Девять жизней в обмен на мое. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найти торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебя может. До скорого. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Все, бери снаряжение и иди. Давай мне клинок. Докажи, что не потерян для нас. Да клинок ты дай уже, говноед. Гребаный, а. Ты дашь мне клинок, нет? Спрятанный. ДНК синхронизация усилена. Ну, наконец-то. В добром здравии. Так, ладно. Хорошо. Теперь у нас все оружие есть. Правда, его мало в первой части-то, да, ребят? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? А может, ты падешь нафиг? Давай, такой вариант я тебе предложу. О, фехтование я люблю. Насмерть подеремся. Давай, насмерть. Бои насмерть. Убивай ты его. Нажмите кнопку ноль еще раз, как только меч коснется врага. Ну, я и пытаюсь. Все, идите вы нахрен. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Я так и делаю, я не могу его убить. Так. Комбо убийство, выход из обучения. Покинуть обучение? Да, не хочу я это обучение. Да, у меня много дел, я вообще не понимаю, чего вы от меня хотите. Так, давайте на задание, побыстрее. Отмечаем маркер... Маркером нашу цель. Зачем мне оттачивать свои навыки, если они и так хороши, мне вот интересно. Да черт с ним. А тебе-то какая разница, чувак? Отвали ты от меня нахрен. Задолбали. От кого он убегает? Что он делает? Ты еще что-нибудь спроши? Какой-нибудь глупый вопрос тебе. Я тебя тогда точно убью, тварь. Все, пойдем на задание. Что нам надо сделать? Поговорить с начальником бюро в Дамаске. Ну, давайте поговорим, и в следующей серии я убью там этого чувачка. Как его звали-то? Я забыл. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Не помню, короче, как его звали, но на следующей серии я его убийство оставлю. Кстати, в Assassin's Creed становится играть интереснее. Я был не прав насчет того, что играть в нее неинтересно. Хоть и, скажем так, примитивная игра в плане боевки, в плане заданий, но это, ребят, все-таки 2007 года игра, а не 2015. Даже будет, ну, может быть, даже получше некоторых игр, которые сейчас выходят на самом деле. Типа Call of Duty. Вот этот вот, допустим, Ghost мне вообще не понравился. Он даже хуже, чем вот этот Assassin's Creed. У него не так интересно играть. А вот во вторую часть я вообще с радостью играть буду для вас. Мне она нравится очень на самом деле. Или я ее проходил там сколько, один или два раза, не помню. Но перепройти еще раз для вас не проблем. Тем более я проходил в 2009 году или в 2010 марте. Как только она вышла, я тогда был еще мелким, купил, в общем-то, пиратку и поиграл. И прошел, естественно. Ну вот, я управляю лошадью. Маскировку наложите, нажмите Space, чтобы идти шагом мимо стоя, не вызывая подозрений. Королевство поговорить с начальником бюро в Дамаске. Так, а я еще не поговорил. Ладно. Поскакали, поскакали, поскакали на лошадке. Даже в первой части можно было на лошадке скакать, нихрена себе. Вот тебе она. Ну круто, ребят. Что я могу еще сказать? В 2007 году даже о таком не слыхали, чтобы на лошади скакать в играх, да, ребят? Так, кнопка 1 и Space, чтобы перепрыгивать. Ладно, я думаю, мы разрушим этой лошадью эти объекты. Ну, кстати, прорисовывается, конечно, не сразу, но, в принципе, я не кричу на эту игру, потому что это всего лишь нам всего 2007 год, да и, в принципе, для тех лет графика была довольно неплохой, скажем так. Так, ну ладно, в Дамаск погнали. Погоди. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, поговорите с начальником бюро в Дамаске. Ну, это я помню. Здание, над которыми кружит орел, это точки обзора. Заберитесь на них, чтобы осмотреть окрестности. Так, ладно. Давай залезем, чувачок. Сейчас еще сохранение наверняка будет как раз-таки, да? Кстати, помню, как я на PlayStation Portable на PSP играл в Assassin's Creed Bloodlines. Это, короче говоря, наверное, Assassin's Creed 1.5, если можно так выразиться. Жалко, на компах нет, поэтому пройти я не смогу. Ну и можно, конечно, на PSP пройти, но я это записать не смогу. Так, ладно, давайте точку обзора сделаем. Точнее, заберемся на нее и осмотрим это место. Сейчас наверняка вся карта откроется, я так думаю. Обзор завершено. Завершено, как я классно сказал. В Дамаске я еще не добрался, что ли, до Дамаска, я так понимаю, да? Сначала мне надо было туда бежать, теперь мне не туда бежать. Что ж такое, а? Вот это уже раздражать начинает. Так, мне надо в Дамаск. Так, а в какую мне сторону-то бежать? Обратно в Массиаф, что ли, или что? Или я не понимаю просто вообще, ребят? То мне надо было на эту точку прибежать, то теперь мне надо куда-то обратно бежать. Ну, ребят, ну вы уж определите, черт возьми. Если честно, он уже начинает надоедать. Вот зачем вот эту подсказку включать, если загрузка быстрее загружается? Погодите. А, нет, нам обратно, смотрите-ка. Нет, 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 я все правильно побежал. Так, погодите, я бежал, у меня количество метров уменьшалось. Если вас обожили, резко поворачивайте. Да-да-да, резко поворачивайте, бла-бла-бла, я иду на задание, ребят. Так, мне надо в эту сторону, я так понимаю. Ну, не просто же мы так сюда прибежали, что-то я туплю, блян. Реально, прибежал в Дамаск, теперь куда-то не в ту сторону захотел бежать. Но, видимо, тут надо обогнуть сначала, а потом куда-нибудь налево завернуть. Ну, правда, количество метров все время прибавляется, да и прибавляется. И это меня настораживает, на самом деле. Ну, да черт с ним. А, это кто такие? Ребят, вы че, вы че? Ах, вы говноеды, а! Гады такие, нехрен было на меня нападать. Ублюдки, а. О, сейчас количество метров уменьшается, слава богу. И слава богу, то, что лошадь не задыхается от того, сколько мы бежим, и пить не хочет. Вон он, Дамаск. Дамаскус даже. Не Дамаск, а Дамаскус. Это, видимо, полное название города, я так понимаю, да? Скорее всего, да. Так, нам надо сюда заворачивать. Ой-ой-ой, осторожно. А кто меня палит-то? Я че-то не понимаю, кто меня палил тогда? Ну да ладно, ну да черт с ним. Как говорится. Так, ладно, побежали сюда побыстрее. А эти твари палить меня не будут? Суки палят меня, а? Говняки, блин. Так, нет, нам сюда не надо. Нам надо вниз. Да что ж такое? Настырные какие ублюдки. Ладно, я бы подскакал в Дамаск. Нечего тут. Нечего тут шататься, да, ребят? Блин. Я пока не разберусь, куда мне бежать. Все время идти медленно я не хочу. Так, вот еще одна табличка в Дамаск, да? Дамаскус, да, все правильно, мы скочим тогда. Всего лишь 700 метров, а так далеко, ребят, скакать на самом деле. 700 метров, гребаных. Я сейчас несколько остановок, черт возьми, сделаю. Да пошли вы к черту, ребят, надоели. Они все равно, по-моему, не палят, ни хрена. Что за бред? Почему мне тогда показывают, что они меня типа палят? Хотя они вроде не палят даже, ни хрена. А, ну если на них не нападать, то, в принципе, они не нападают, я так понимаю, да? Можно, в принципе, напасть, по идее. Ну да ладно. Или, может, к ним близко, когда подходишь, они нападают. Хрен его знает, ребят. Хрен его знает. Все, поскакали. Я сейчас просто хочу доскакать. Ну нет, они все-таки нападают. Я просто хочу, ребят, доскакать, выполнить задание и на этом закончить сегодняшнюю серию. Так, нам не сюда. Окей, тогда скочим сюда. А можно и так скакать даже? Ни хрена. А я что-то этого не знал, ребят. Ну тогда скочим так. Так вообще быстро. Голуб. Ну-ка, попробуем. Так, поскакать. Арабский скакун, черт возьми, да, ребят? Арабский скакун, хороший скакун. Ладно, доскакали почти. Сто метров буквально тут скакать. И мы отправляемся в Дамаск. Ну, наконец-то. Блин, какой же долгий путь был. А вот сейчас загрузчик подольше, потому что Дамаск прогружается. Ну что? И чего-чего, не понимаю. Я вообще сейчас ничего пока что... Так мне куда скакать? Ну вот он, Дамаск. Мне показывают, что сюда. Так мне в королевство или куда? Завершено расследование 06. Требуется расследование, чтобы открыть память убийства 2. Для завершения. Собирайтесь на точки обзора. Я вообще ни хера не понимаю, что мне делать сейчас. Куда мне скакать? Ребят, ну вы определитесь, черт возьми. Уже запутали, если честно. Ребятушки, вы чего это? Так и запутать недолго, блин. Если за вами наблюдает встревоженный стражник, вы должны немедленно... Заткнись ты уже, мразь. Надоело тебя слушать. Может мне не туда скакать? Ты не имеешь... Да нет, поговорить с начальником бюро в Дамаске. Вот он, Дамаск, пожалуйста. Около меня. Так потом не показывают, куда мне скакать. Ну, не знаю, видимо, надо в этот город сначала прискакать, и потом его найти, этого начальника бюро в Дамаске. И с ним поговорить. То есть мне придется свои навыки следопыты, что ли, использовать, я так понимаю, да? Ну, давайте попробуем. Ладно, все, поскакали уже. Я не хочу уже возвращаться назад. Потому что мне надо в Дамаск. Красиво, город такой, ребят. Вот реально прям. Разрисовали его так красиво. Вроде бы 2007 год, а так красиво нарисовали, да, ребят? Вообще замечательно. А вот и в Дамаск. Да уж, ребят, классный город. Мне нравится. А вот и он, да? А, нет, обычный горожанин. Ты охерел, что ли, камнем? Сейчас будешь своего папку кидать, тварь. Давай, пронзи его мечом. Да уж, они тут очень много в этой игре хп отнимают, эти ублюдки. Ну, че, чувак? Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой. И еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. Да, да, да. И будьте уверены. Я этого никогда не забуду. Золотыми мне не заплатишь. Ученые помогут вам пройти мимо постов. Нажимайте Space для маскировки. Опа-на. Давайте, ребят. Я монах, я монах. Я монах, ребята. Боже мой. Не, ну давайте уже на следующую серию оставлю я это, пожалуй. Ну, хотя давайте дойдем. Все равно мне сейчас придется дойти. Че, вот прям здесь обрывать серию? Да нет, пожалуй, я дойду. Пройду, точнее, мимо стражников. И тогда на этом закончу. Прям мастер стелса сотый левел. Да, ребят, круто. А игра все интереснее и интереснее становится. Вот уже говорю, блин, неправда. То, что говорил, что игра хрень. Да ни хрена ни хрень. Просто поначалу так показалось, да? Когда обучение, блин, проходило. Неинтересно. А потом, вон оно как развивается. Все классно. Ну все, ребят, давайте я уже уйду от вас. Сейчас давайте пройдем в Дамаск. И я тогда вас покину. Ну и что ты пошел, блин? Пидарас, а. Иди ты нахрен, тварь. Прекратить маскировку. Прекратить. Это дорогая вещь. Придется теперь заплатить за нее. Да, не буду я тебя трогать. Завершено расследование 06. Бла-бла-бла. Так, а куда мне идти-то? Окей. Может с ними надо идти? Надо, наверное, с ними идти, я думаю. А куда они идут? Вы что, круги, что ли, ребят, нарезаете? С ума сошли? Подходите, подходите. Большая распродажа. Хватит круги нарезать, придурки. Придурки, вы че... Че вы делаете, идиоты? Альтаир, так, вот точка обзора. Давайте на нее сходим. Так, ну и начало... Для начала я вот сюда заберусь, пожалуй. Чтобы они меня не запалили. Да, я очень странный тип. Если ты так думаешь, так и думай. Мне это все равно, в принципе. Так. Залезаем, значит, на точку обзора. Сейчас я этот флажок заберу. Замечательный. А это точно Дамаск, по-моему? Да, это Дамаск. Чем не Дамаск-то, да, ребят? Дамаск. Все так и есть, только я не понимаю теперь, куда мне идти. Мне, наверное, надо точку обзора открыть, я думаю. Так, ну наверх мне лезть больше не надо. Давайте вот сюда залезем и синхронизируем точечку. Синхронизация. Все, ну наконец-то. Давай прыгай вниз в сено. Хотя я и не советую это делать, но да ладно. Так, а теперь у меня чего есть? У меня какие-то тут задания, информатора, гонка, бла-бла-бла. А вот бюро ассасинов, да, нам сюда что ли? Я так понимаю. Видимо, да. Видимо, нам надо в бюро. Ну тут еще есть задания информатора, кража. Ну это, я так понимаю, дополнительные задания какие-то, да? Давайте я уже, пожалуй, наверное, эту серию закончу, да, и сегодняшнюю. Ну да, пожалуй, закончу. В следующей серии уже отправлюсь в бюро ассасинов. Все, ребят, спасибо за просмотр и всем.